Девушки отдыхают Тригересом в центре полузащиты И впереди будут действовать два нападающих Посмотрим, смогут ли они что-то придумать в атаке Итак, состав Бавари Нойер занял место в воротах В защите Зули играет Упамикану Команда играет по схеме с одним нападающим И главное, чтобы форвард был забивным Остальное не так важно И стадию Дала Керамика Третье название в истории дома Вильяреала Открывался стадион в 23-м году С названием Кампо де Вильяреал А спустя два года до 2017-го Носил название Эль Мадригал Именно на Эль Мадригале Вильяреал творил свою историю Здесь команда впервые играла В Еврокубках и проводила рекордную серию В чемпионате Испании Стадион находится в небольшом городе Его вместимость 24 тысячи мест Что очень, кстати, неплохо Ведь население Вильяреала всего-то навсего Джошуа Кими Мюллер Лерой Санет Бавария переходит в атаку Бездарная атака получилась Теперь надо снова отвоевывать себе мяч И стадион Дала Керамика Третье название в истории дома Вильяреала Открывался стадион в 23-м году С названием Кампо де Вильяреал А спустя два года до 2017-го Носил название Эль Мадригал Именно на Эль Мадригале Вильяреал творил свою историю Здесь команда впервые играла В Еврокубках и проводила рекордную серию В чемпионате Испании Стадион находится в небольшом городе Его вместимость 24 тысячи мест Что очень, кстати, неплохо Ведь население Вильяреала всего-то навсего Джошуа Кими Мюллер Герой Санет Бавария переходит в атаку Бездарная атака получилась Теперь надо снова отвоевывать себе мяч И стадион Дала Керамика Третье название в истории дома Вильяреала Открывался стадион в 23-м году С названием Кампо де Вильяреал А спустя два года до 2017-го Носил название Эль Мадригал Именно на Эль Мадригале Вильяреал творил свою историю Здесь команда впервые играла в Еврокубках И проводила рекордную серию в чемпионате Испании Стадион находится в небольшом городе Его вместимость 24 тысячи мест Что очень, кстати, неплохо Ведь население Вильяреала всего-то навсего Джошуа Кими Мюллер Лерой Санет Бавария переходит в атаку Бездарная атака получилась Теперь надо снова отвоевывать себе мяч И стадио Дала Керамика Третье название в истории дома Вильяреала Открывался стадион в 23-м году С названием Кампо де Вильяреал А спустя два года до 2017-го Носил название Эль Мадригал Именно на Эль Мадригале Вильяреал творил свою историю Здесь команда впервые играла в Еврокубках И проводила рекордную серию в чемпионате Испании Стадион находится в небольшом городе Его вместимость 24 тысячи мест Что очень, кстати, неплохо Ведь население Вильяреала всего-то навсего Джошуа Кими Мюллер Лерой Санет Бавария переходит в атаку Бездарная атака получилась Теперь надо снова отвоевывать себе мяч Продолжение следует...